Всем привет! Вчера вышел новый сезон и появились новые пушки, а я их уже прокачал и затестил. Вы спросите, как так быстро? Все очень просто. Я купил боевой пропуск у моего друга Фарсота. ПП, Блэк Селл и любая косметика с минимальной наценкой и на любой аккаунт. Вы сможете приобрести это по ссылке в описании. Не теряйте время на прокачку бесплатного боевого пропуска. Пока откроете и вкачаете, имбу уже понерфят. Ну что, ребят, всем привет. Снова я, снова видос по Калдиа Варзон. И сегодня у нас ТОП 5 комплектов! Собственно, как и каждый сезон это происходит, я спустя несколько дней, когда мета устаканится, выпускаю подобное видео, чтобы люди понимали, с чем можно играть, с чем играть не стоит, а что можно просто так взять, так скажем, для поиграть. И начнем мы, конечно же, с самого метового комплекта на данный момент, который вернул, наконец-то, в мету нормальные АЭРки. Это Супере 46 и СТГ 44. СТГ 44 невероятно крутая пушка. У нее ТТК, на данный момент, 600 миллисекунд на первой дистанции. Это до 40 метров. Это очень быстро для киллрейса. Прям отличная пушка. При этом у нее скорость в вертопуле высокая. А Супере ее не занерфили. Ей вычли немножечко скорости перемещения. И все. На данном этапе, как бы, Супере никак не пострадала по ДПСу. Это хорошая пушка, но с нее нужно стрелять преимущественно в туловище. Она быстрая по мувменту. Ею легко стрелять с прицелом, без прицела. Неважно. Отличное оружие. Отлично убивает. Итак, давайте быстренько посмотрим на обновленный, соответственно, комплект. Глушитель Интендант. Это новый глушак. Ручной упор в ТАК МСП-98. Дает мувмент. Тяжелые боеприпасы на дальность. 40 патронов. И приклад Рескью на перемещение, соответственно. СТГшечка. Глушитель Интендант. Ствол 7-9-2. Прицел Корио 2,5. Приклад ДР-79 Комбо. И барабанный магазин. Попадать с этого оружия одно удовольствие. Наваливает очень-очень бодро. Давайте я немножко звук выключу, чтобы он не мешал конкретно мне. То есть, ППшка спокойненько стреляет на дистанцию до 20 метров. Никто не говорит о том, что вам следует стрелять с ППшки на 20 метров. Но она может это сделать. То есть, когда чел убегает где-то далеко, вы спокойненько попадете. Потому что скользко сплетопуль 600. Дамаг у нее не так сильно падает. И отдача, соответственно, у нее тоже очень-очень простенькая. То есть, вам очень легко все это контролить. В свою же очередь, СТГшечка. Она спокойненько наваливает на любые дистанции за 600 миллисекунд. Это очень быстро для АРК. А если вы будете попадать в голову, там ТТК будет еще быстрее. Знаете, напоминает какой-то, не знаю, Галил из первой Warzone. То есть, вы теперь можете достаточно комфортно стрелять на дальнюю дистанцию. Перестреливаясь, в том числе, с такими же Корякерами, которые могут не ожидать того, что Пушка убивает настолько быстро. Так, переходим к следующему комплекту. Это у нас уже Коряк. Потому что Коряк, ребята, это тоже очень мощная Пушка. С ней ничего не сделали. Я бы, конечно, хотел еще чуть меньше урона в конечности на первой дистанции, чтобы можно было только в грудь убить с двух выстрелов и с одного в голову. Вот. Но, в принципе, уже удобоваримо. Не так часто умираешь от дурачков, которые просто тебе два в ногу стреляют на 30 метрах. И ты как бы такой... Кайф. Глушитель L, длинный ствол, прецизион с ГЕВЕР 7.6.2, тяжелые патроны, лазер Рейзер ХОК, прицел 6.6 от SPX-80. И здесь вот такой момент. Вы можете заметить, что я поставил Рейзер ХОК вместо без приклада. Дело в чем? Таким образом мы можем не задерживать дыхание на небольших дистанциях. Дело... Есть один момент, который очень сильно отличает снайпинг здесь от снайпинга из МВ-19. Когда вы начинаете ходить из стороны в сторону, очень сильно подбрасывает прицел. И, в принципе, у вас очень сильная раскачка. Прицел, LCU-лазер убирает эту раскачку. То есть вы прицелились, остановились, выстрелили, побежали. Остановились, прицелились, выстрелили. И только так. То есть нельзя ходить прицеле, иначе у вас будет прицел прямо вот сильно раскачиваться. Сильнее только если вы прыгнете в прицеле. Новая ППшка Static HV. С ее ТТК на первой дистанции равняется 657 миллисекундам во все точки тела, кроме головы, в голову еще быстрее. При этом эффективная дистанция у нее 16 метров, насколько я помню. Да, ровно 16 метров. Это очень много для ППшки. Глушитель интендант. Легкий ствол Oger 840 на мувмент. Паракорд рукоять на мувмент и горизонтальную отдачу. Безлинзовый прицел ЖАК. Можете поставить любой прицел, в принципе, какой хотите. И легкий приклад с при 34. В целом, на стрельбище себя показывает также очень-очень неплохо. Вы спокойненько можете стрелять на дистанцию метров до 15. Дальше нет смысла никакого стрелять с этой пушки. Она не особо хорошо попадает. На этой дистанции вам уже пригодится коряк, когда вы спокойненько можете прицелиться и выстрелить пчела. То есть вы остановились, заходите в прицел, останавливаете, чтобы прицел не раскачивался и стреляете. Только после этого начинаете двигаться. Отличная пушка, отличный второй комплект уже для снайперов, играющих более-менее агрессивно. И это, наверное, мой любимый комплект на данный момент. Дальше у нас идет третий комплект, ребята, бафнутый так и редикейтер. Вообще, я думаю, что очень скоро тот же самый СТГ занерфит. Потому что 600 миллисекунд, это никак не укладывается в парадигму, так скажем, баланса разработчика. Вы могли заметить, что АРки в основном стреляют где-то за 720-750 на первой дистанции. И вот так и редикейтер, бафнули, и он стал именно таким. Теперь он убивает на первой дистанции до 40 метров за 754 миллисекунды. Практически в любую часть тела. Это очень жестко. У него практически нет отдачи визуальной, из-за чего вы можете стрелять без прицела. То есть вам не обязательно ставить на него прицел. А также на второй дистанции единственное. То есть у него есть первая и вторая дистанции, в отличие от многих других пушек, у которых может быть и 3, и 4 дистанции. Здесь на второй дистанции в туловище и в живот он также продолжает убивать за 754. Это очень-очень сильно. Ну и бафнутый дробовик реклеймер 18. Он стал действительно очень сильным. Ему бафнули урон в полуавтоматическом режиме, который он быстрострельный, так скажем. Он убивает за 2-3 выстрела. Это очень сильно. И даже если вы, так скажем, на расстояние эффективной дистанции не зайдете, вы, в принципе, за 3-4 выстрела убить все равно сможете. Вы можете это, знаете, и прочувствовать. В ГУЛАГе. В ГУЛАГе сейчас часто дают статик и реклеймер. Вот я рекомендую использовать именно реклеймер. Только вам нужно будет его перевести, соответственно, в полуавтоматический режим, потому что на старте ГУЛАГа он в помповом. А также целится, ну, желательно, из тактической стойки. Сборка у меня будет тоже из тактической стойки. Давайте. Сборочка. У нас глушитель интендант, удлиненный ствол завоеватель, рукоять паракорд, базовый приклад такверт и штурмовая рукоять FSS. На реклеймер у нас X10 чокбор, длинный ствол, тяжелый, точнее, ствол диск рейнджер 900, ЛЦУ кимура без приклада и обмотка центр масс. Сейчас я вам покажу, как все это стреляет. Соответственно, мы начинаем стрелять с пулемета. Вы можете заметить, что отдача у него сугубо вертикальная. Попадать достаточно легко на любой дистанции. В отличие от многих пулеметов, он перезаряжается магазином. То есть, перезарядочка быстрая, это очень круто. И вы, в принципе, сможете попадать им на любой дистанции. Дробовик рекомендую стрелять вот так, то есть, тактической стойки. И нужно переводить режим. Тогда вы сможете стрелять очень быстро. Он действительно быстро убивает. Единственное, что он перезаряжается достаточно долго. Но если вы полностью разрядите магазин, он будет заряжать его по два сразу. Вот так вот перевернув дробовик. А если одну оставите, то он один снизу докинет. А нет, просто будет по одному докидывать. Вот так вот. Очень хороший комплектик у нас получается. Дальше идем у нас, ребята. Ваншотная снайперка на все дистанции. Играть сейчас с тем же Ката Эмаром я вообще не представляю возможно. Ну, я не знаю. Это просто невозможно будет. Он целится 660 миллисекунд. А скорость полета пули у него лучше, чем у того же Морса. Буквально на 100, наверное. То есть, если мы посмотрим, сколько она. 792 начальная скорость пули, там будет типа 900 или 890, что-то типа того. И это, ну, не сильно круто, так скажем. Учитывая, что сейчас все бегают с корриком практически. Но в целом Морс хоть как-то может за тем соревноваться. То есть, тяжелый ствол, ЛЦУ Razerhawk, пулевой патрон большой мощности, рукоятка OP 980 и приклад Superlight. Опять же, советую вместе, если вы собираетесь играть с Морсом, вам надо ставить перк Быстрые руки. Без него играть будет очень тяжело. Перезаряжается крайне-крайне долго. То есть, у него по умолчанию перезарядка 1.6. С руками будет где-то 1.4. Дальше у нас идет MCV Ворон. Его тоже никто не трогает. У этой пушки есть ровно две проблемные стороны. Это мувмент. То есть, когда вы начинаете стрелять, она достаточно медленная. Но для снайп-саппорта это достаточно нормальный вариант. То есть, вы все равно будете стрелять где-то на дистанции от 15 метров. Но в упоре она тоже точно так же расчехляет не хуже, чем метовые ППшки. И второй ее минус. У нее скорость прицеливания достаточно долгая. Из-за этого нужно учитывать. Нужно собирать его таким образом, чтобы скорость прицеливания была хорошей. То есть, в идеале вы должны вместо безлинзового прицела Жака поставить, например, Razerhawk. Тогда у вас будет прям вообще кайф. Ну и вы можете заметить, что готовность стрельбе после бега 155. У того же Супере где-то 120. Итак, глушитель Интендант. Ручной упор DR6 на мувмент. Магазин 40 патронов. Жак Ворон. Ну и, соответственно, можете поставить лазер, можете поставить прицел. Без прицела стрелять на дистанцию метров 20 будет крайне тяжело. А, блин, еще один минус забыл. Смотрите, начальная скорость пули 480. На дистанцию 20 метров вы уже должны стрелять перед челом. Это иногда будет вызывать проблемы, если вы играете с этой пушкой. Потому что челы летящие относительно недалеко от вас. Вы попасть не сможете, если заранее не возьмете упреждение. Итак, сейчас я покажу, как все это стреляет. То есть, целится на самом деле он достаточно быстро. То, что он не ваншотает на стрельбище табак, на это не обращайте никакого внимания. И вы можете заметить, что он достаточно долго перезаряжается. С быстрыми руками будет перезаряжаться значительно быстрее. Ну и MCV Ворон, соответственно. То есть, эта пушка убивает за 600 миллисекунд и за 680, по-моему, в ноги на первой дистанции, которая у нее 16 метров. Это очень хорошая пушка. Также ее можно собрать тактическую стойку. Тогда она будет еще быстрее целиться. Если вы не знали, то тактическая стойка целится примерно на 30% быстрее, чем обычное прицеливание. Соответственно, вы можете использовать ее вот таким образом. Ну и пятый комплект у нас будет. Это балл 27 и ВСП Жала. Балл очень сильно бафнули по отдаче. Теперь отдача у него крайне-крайне низкая. Отличная пушка для острова. И, в принципе, под остров я также вам рекомендую взять ВСП Жала в Акимбо. Потому что на острове у нас, ну именно на острове Возрождения, у нас будут как раз вот эти дистанции. От 0 до 20 метров. Практически все файты протекают именно на этой дистанции. Поэтому с балла вы спокойно будете попадать на 15-20 метров. А все остальное закроет Жала, которая убивает быстрее всех ППшек на данный момент. Но проблема в том, что в Акимбо у нее будет разброс дальше 10 метров достаточно существенный. Поэтому это нужно учитывать. Сборка на балл следующая. Глушитель Интендант. Длинный ствол. Ноктил. Рукоять Паракорд. 60 патронов. И тяжелый приклад Сентбар. Без прицела, ребята. Прицел на эту пушку не нужен. Тогда у вас будет, в принципе, удобоваримая отдача. Вы можете заметить, что у нее отдача примерно такая же, как у Таку Редикейтера. При том, что до этого отдача была прям зигзагами. Стрелять с нее было невозможно. Сборка на ВСП. Легкий укороченный ствол. Сайдарм 14. Тяжелые патроны на дистанцию. 32 патрона. И парный ВСП Жала. Стреляет она, соответственно, вот так. Как вы можете заметить, на дистанцию в 10 метров у вас уже достаточно большой разброс. Но в целом, если вы подбежите к врагу, упор, так скажем, он расчехляет прям очень бодро. То есть пушка для любителей, так скажем. Но она сильная. И последний наборчик, ребята, у нас будет. Он такой, достаточно экспериментальный. Я бы под СВА, конечно, взял любую другую ППшку. А ФГХ-Хорус можно взять под любую снайперку, опять же. Потому что это скорее снайп-саппорт, чем оружие для класс-файтов. Итак, СВА у нас все еще обладает достаточно хорошим ТТК именно в бурст-режиме. То есть вы должны переводиться в полуавтоматический режим и стрелять тапами самостоятельно, как можно быстрее. И ФГХ-Хорус на конверсии. Давайте сборку на СВА. Так, глушитель Интендант, ствол СТВ, 60 патронов, прицел ЖАК и приклад в ТАК Элит В3. И ФГХ-Хорус, глушитель Интендант, соответственно, конверсия Гетаган, ручной упор в ТАК МСП-98, ЛЦУ Кимура и легкий приклад Риппер. Таким образом у нас получаются пушки, которые стреляют вот так. Вы можете заметить, у него достаточно хорошая мушка. Вы также можете стрелять в тактической стойке, потому что разброса у него вообще никакого нет. И, соответственно, наш СВАшка. Наша СВАшка, у которой вообще нет отдачи на всех дистанциях, но ТТК по сравнению с тем же СТГ сейчас проседает. Но я думаю, что СТГ понерфят быстрее, чем читеров, которые сейчас заполонили игру. Такие вот дела, ребята. А на этом пока все. Это все комплекты, ребята. Если вы досмотрели до этого момента и у вас нет бесплатных скинов от Monster Energy, синего и зеленого мотоциклиста, можете зайти в мой телеграм-канал. Там в закрепленном посте, прямо над общей лентой, закреплены два кода и сайт, на котором это нужно активировать. Это официальный сайт Call of Duty. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на стримы. Всем спасибо, всем пока.